Во Франции во вторник началось официальное расследование в отношении кандидатов в президенты Франсуа Фиона. Прокуратура обвиняет его в растрате государственных средств, в том числе на фиктивные зарплаты членам своей семьи. Скандал разразился в конце января после публикации в сатирическом еженедельнике «Канар Аншене». В ней утверждалось, что Фион выплатил из государственных фондов своей жене Пенелопе сотни тысяч евро за работу, которую она, возможно, не делала. Пенелопа Фион в течение нескольких лет числилась помощником в парламентском аппарате своего мужа. Теперь же 63-летнему кандидату в президенты предъявили официальное обвинение в растрате госсредств, в соучастии в их незаконном присвоении, а также в незадекларированных доходах. Согласно французскому законодательству, расследование начинается только при наличии весомых и убедительных доказательств. Между тем, расследование в отношении Фионы не лишает его права продолжать избирательную кампанию. Сам политик все обвинения отвергает и не намерен снимать свою кандидатуру на пост президента. Для участия в предвыборной гонке его выдвинула правоцентристская партия республиканцев. До скандала Фионы считали наиболее вероятным победителем на выборах. Теперь же он занимает третье место после лидера политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и главы непартийного движения на марше Эммануэля Макрона. Выборы президента во Франции пройдут в два тура. Первый намечен на 23 апреля, второй – на 7 мая.